важнейшая 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 тема вот когда я опубликовал это важнейшая еще раз это вас всех касается все кто собирается что-то выращивать или выращивать и так появились комментарии появляется моя очередная статья нет фильм фильм по прививку ну естественно там черным по белому написано прививать как можно ближе к земле ну и там фотографии вы его то есть вот влазит палец вот до земли вот палец и вот тут вот тут вот тут уже и все и привита но к сожалению а может к счастью появились же то это же там уже не сотни там тысячи уже по этих просмотров появляются комментарии я и боюсь смотреть потому что грязи там хватает от давления то сердце не вечное а тут вдруг раз алекс вот нормальный человек я не знаю как получилось 5 лет назад вот а это была компиляция старой статьи правильно это мы с антоном валерьевичем делали для этого для рекламы при всех лет вот почему написано 5 лет вот а я на нее наткнулся ну она живет я же не ночью она в яндекс дэнс смотрю свою морду и так высота и у чек мне противоречит это важнейший момент высота прививки важный момент чем выше прививка на подвое тем больше влияние подвоя на рост будущего дерева совершенно влияние ну смотрите как каждый по-своему понимает получилось два противоположных мнений например если у нас сильный подвой и относительно слабый привой а мы хотим получить дерево побольше приваем повыше вот она страшная стратегическая ошибка понимаете не от этого зависит высота дерева вот чем выше мы прививаем вот понимаете мне пришлось доказывать свое вырастить 30000 саженцев эту цифру можете себе представить просто представить 30000 саженцев вот про 30 сантиметров вот видите я читал много раз это научная цифра и она вбита в башку стольким людям и всех думать вот смотрите как я допустим превью лучше байдать одни руки него то что я тут прививал там привет разные результаты если я привью 100 штук на высоте 30 сантиметров и 100 штук как я у самой земли 100 штук у меня дойдет до плодношения допустим ну мои результаты 95 98 а у него дай бог половина он еще этого не знает потому что он сотнями никогда не выращивал это ему кажется ему кажется выше привели выше дерево вот раз и мои деревья будут примерно в три раза выше я не оговорился в три раза шире то есть это будет дерево у меня я показывал трех пятилетние деревья размером с баню им это не снилось они прививают так что у них дай бог если три раза меньше получит еще повезет ему это не знать вот он ему кажется вот на такой высоте привил и вот дерево уже 30 метр еще по двое будет сильнее влиять знаете как он будет сильнее влиять я вынужден повториться вот сейчас я его утверждение сейчас прочту а потом объясню запомнить просто чем больше по двое тем больше влияния абсолютно верно но к сожалению так мы можем регулировать рост поэтому всегда прививать низко не совсем верно то есть я рассказывал я показывал ну наверное в одной это была реклама этих превысих лет там упор на этом не был сделал сказал привайте в земле это я прокукарекала там хоть как привайте так вот основание саженца появляется весной май апрель май даже в сибири так на 30 сантиметров появляется в середине лета понимаете уже это место на штамме 30 она уже не полноценно раз она имеет созревание меньше я сейчас не буду право стенка простодийность и прочее совсем чем забылили друг другу головы и называю конкретный пример вот ко мне у меня их в десятки я же выросил тысячи саженцев самый яркий получился почему саженца со стороны мало что мне в саду мы померещу вот тот самый александр есейч из минусинска который мне подарил 20 персиков сельцев а это целый шаг оказался в науке он тем показывал деревья облеплены персиками он взял пресс так вот он еще мне привез 2 груши он сказал слаще не бывает привиты были а я вам показывал на такой высоте примерно сантиметров 70 80 1 место привезти начала болеть болеть и постепенно 1 погибла 2 выжила и дала росла плохо медленно это это есть норма что медленно раз высоко привита дала первое урожай дала первое случайно то что несъедобное второе урожай опять несъедобное и на этом карьера кончилась я долго думал он меня обмануть не мог вот здесь человек который вроде бы как сказать послушать почитать но умнейший чем больше по двое тем больше влияние но какого влияние не на рост не на рост а на качество плодов понимаете мы когда прививаем допустим скелетные привыки делаем чем мы рискуем мощный подой совершенно чем больше по двое тем больше влияние но и его способность выгонять умертвлять под мой привой настолько больше чем его масса больше вот этого несчастного привитого в крону понимаете и там уж если уже одно дошло до поздношения то абсолютно сладкая груша стала абсолютно не сладкой а у меня уже от двоих есть помните прививка на колючую уссурийскую грушу культурных груш от меня никаких то там этих ошибок нет у меня не сладкий груш нет сладчайший груш и уже двое мне предъявили прививки сделаны своими руками где на привитых культурных ветках колючки страшны понимаете и вот так я и догадался что когда мне доброй души александр алексеевич привез минусинска эти две груши и одна оказалась абсолютно это мне как озарение у меня много таких открытий благодаря вот таким каким-то случаем но я-то их улавливаю я как этот самый как радио знаете там крутишь это пока раз и это самое по волна бегать у меня всегда лыков строку получается что если уже у двоих а вы знаете вы меня сейчас слушаете так или там записи вот эти двое да что я вам попросил довести до плодношения вот они колючки на культурных декарт перешел границу он перешел границу он перешел демаркационную линию он теперь искалечил привой а этого не может быть а исакова ольга что вы написали там и ретинговизация ложь еще там второе слово да вот кстати цитату вы взяли 80 лет недавности это что вся наука за 80 ничего нового придумать его а здесь такие примеры яркие влияние по двое она пришла и он получается и вроде прав так мы можем регулировать просто тут он не прав так а вот чем больше по двое тем больше влияние прав но с горькой это ведь почему у меня самые сладкие груши какие можно только представить почему не могут быть сладче италии тогда да потому что есть на этом причина естественно что уже достал сладкий не так естественно что когда биологическое совмещение достигла ста процентов когда по двое его принял за своего он не стал его калечить и и колечки через это самое через вместо прививку идти где это не стал одичевать слова-то какой ничего вы меня поймете одичевать не стал привой и привой остался со сладчайшими грушами а то дерево вот этот вот получается как победа и испорченный курс благодаря вам не только то что корни а с привой вот тут у земли а потому что вот этот кусок вещь там дикий вот и полностью испорчена привой и испорчен вкус я не знаю поняли мне не поняли вот выводы его выводы не всегда приводницка верно у меня тоже были свои доводы правильно то есть он не написал неправильно он написал не совсем верно но он самого главного таки меня просто понимаете я превосхожу многих своих оппонентов вот он оппонент это просто в комментарии он мог вот это написать и тут же забыть 5 лет прошло а для меня это находка вы мне даете так эту тему раскрыть да так раскрыть здорово мы хотим получить дерево побольше приваем повыше вот страшная ошибка вот а мы теперь это с вами уже знаем вот я не зря тысячи садовцев привалы привал думать они привал до 300 сантиметров вот так вот это вот не знаю я у меня по другому не умею высота прививки важный момент останавливаемся только у земли не даем доминировать по двою не даем и прямой хотя он вся крона но не замерзает же у меня-то ну согласитесь у меня все-таки не африк вот как что мне как казах это самый а нет не в казахстане салтая я все время сижу свежу у вас это сама у нас земля трава зеленого сурок всех она то есть вас холоде я году вас бывает 10 лет теплее чем у меня на 11 год когда 40 50 ваши сады пропали потому что они вас есть калечина так поговорили я просто взял для темы просто взял для темы просто взял и ай одну фотографию этому абрикосу я привез с украины он должен был замерзнуть потому что пусть он не то что дикий там такие растут непривитыми это жардель вот а привил я на маньчжурца а он прекрасно на нем пришелся первое же поколение вот уже есть рекорд 20 меда не этот год попозже но этому дереву 13 лет вот ну кто прав прививка то у земли ну кто прав я уверен сто процентов что если бы я привил выше был бы он жив шансов было бы меньше раз потом этот сумасшедшие не этого года другой я не всегда успел делать фотографии когда 23 ведра было через пару лет после этого через три тогда этот год это 3900 нет 2013 или 14 а ездил я почему запомнил на похороны это был 2000 год получается ему 13 или 14 лет вот этого дерева ну согласитесь что за 13 лет он не такой уж маленький а на три сантиметра вы привел бы уже давно рухнул поняли он бы рухнул обязательно выдержать такой вес невозможно а вот это вот акцент делаю на деревьях вот те будут год это тоже очень давно было это непростой человек в науке ну дальше угощение не пошло так часто бывает не первый ученые не последний я даже не помню или а это она один из членов команды ученого сама не в общем я только запомнил что непростой человек конечно для нее это было дико удивительно но продолжение как же не было а что такое спец эксперимента в науке дело в том что про эти 30 сантиметров свое время я уже не мог читать я чувствую шкурой кроется здесь что-то это это связано было со словом стадийность развитие кто-то там подвел не науку практике вот делайте вот так а практику к науке также как высосали из пальца есть в траве зимует вреды насекомые а я вам рассказывал какая наступила зима вот теперь мороз вот теперь мороз три раза да там уже 95 процентов уничтожено этих самых те ради которых надо землю якобы перекопать как можно было придумать перекопать и все там зимует вреды насекомые ну перекопайте всю тайгу тундру перекопайте все эту самую все леса перекопайте представляете в лесу там трактор не пройдет наняли миллион человек и давай лопатами перекапать и если взять допустим ну пусть даже в качестве эксперимента несколько гектаров ну тысячи человек заплатили там сказали вот каждому перекопать гектар там 20 года 20 гектаров и посмотрим как себя будет чувствовать деревне поверьте мне даже в лесу они начнут дохнуть а в садах уничтожать плодородие почвы это считается нормой все наоборот почему тогда в тайге в тягу же надо держать тоже по черным парам представлять тайга и ни одной травинке вот идиотство а здесь что не идет снова вот и вот это вот 30 сантиметров которые уже столько раз ну какой почему не без проверки а вот это до чего написал вот это вот это не зря фотографии хотите такие иметь оставьте деревья покоя что такое спец эксперименты всего-то нужно 100 деревьев привить у земли вторую сотню привить на высоте 30 сантиметров но можно же через несколько лет сказать все вопрос закрыт ну извините бывает такое один железо оказался прав как всегда